В сообществе красивые стихи. Одно стихотворение привлекло мое внимание. Обычно я читаю стихи, не читаю подписи. Давайте его так и прочтем. Не знаю, кто это написал. Чтобы объективнее была оценка. Я слушаю сердце свое, да. Я сказал, что хватит силы. Не напоминать никогда о том, что было. Но каждый раз, когда мы вдвоем в тихий вечер, мне видится за твоим плечом его плечи. Я руку твою беру рукой, сердце рвется от стука. Не точно ли так же брал другой эту руку? Как забыть об этом? Встретить и мне, тоненькую, но углубо, Целовать тайком при московской луне чужие губы. Изменой измену смыть не любя, Мальчишестым жалким утешить себя. Не хочу. С тобой у нас дальний путь. А как забыть то, что было? Первые наши дни вернуть. В глаза твоей всей душой взглянуть, так, чтобы ты забыла. Хватит ли силы, чтобы никогда? Ты меня спросила. Я слушаю сердце свое. Да, хватит силы. Лев Ашанин. Ревнивая любовь. Публикатор Лариса Ворониная. Сообщество. Красивые стихи. Я написал по этому поводу эссе, которое называется «У слабого поэта и слабая жизненная позиция». Я хотел похвалить стихи, так как описана жизненная ситуация и довольно искренне, что уже достойно похвалы. Особенно для начинающего поэта. Но это рука известного всей стране мастера, как оказалось, когда мои глаза увидели последние строки. И тогда будем судить по высшей шкале. Слабые позиции у поэта – сомневаться. Слабые позиции в жизни – сомневаться. А вопрос очень сложный. Это несомненно оправданно. Христос на эту тему не высказывался. Я, подумав об этом, тоже думал промолчать. Но ведь стихи... Стихи как-то зовут что-то о них сказать. Тут два решения я вижу. Если есть пламень в груди, Сказать, что рядом со мной некому сравниться. И я выветрю своим образом все образы, что были до меня. И смело бросаться в объятия возлюбленной. Или в презрении отвернуться навсегда. Помню, что маленькое предательство не исключает большое. Третья линия может наметиться в зависимости от поведения женщины. И все-таки важнее решить самому. Такая жизненная позиция вернее, чем сомнение. Такие мысли в стихах полезнее для читателя. И долго буду тем полезен я народу. Пушкин. Поэт должен чувствовать себя не просто изобразителем, Но приносящим пользу. Я часто в этом сообществе критикую стихи всяких советских классиков. Ну и всегда публикатор бывает недоволен тем, что я его ругаю. На этот раз уже я услышал такие слова. Юра, добрый вечер. В этот раз я согласен с вами. Предательство, а измена это предательство. В моем понимании простить невозможно. Что бы ни говорил и как бы ни убеждал себя и нас, Глубоко уважаемый мной Лев Ашанин, Он не сможет до конца простить и забыть за твоим плечом его плечи. Юра, но в жизни бывает все. Может быть, не такие все максималисты. И кто-то прощает. Спасибо вам большое за замечательную рецензию. Мне она очень понравилась. Вот такие стихи и такие размышления о них.